друзья что будет если персональ аус вайс в германии то есть водовое удостоверение просрочить с восемнадцатого года восемнадцатого года тогда 5 2 восемнадцатого года был последний день когда он был действительно молодец валерий идем обновлять идем сдаваться в rat house центральную контору города гисона оставайтесь с нами узнаете что будет у меня какие-то проблемы что-то там вокруг лирки толпа собралась не знаю хоть бы штраф не влепили рассказывай все сначала как было потому что я сидел далеко и ничего не слышно было так вот мы забежали быстро кабину кабине очень хороший звук отличная акустика как научил один хороший добрый умный говноблогер из германии не помню я не помню кто это был давай лера рассказывай держи камеру и рассказывай все сначала что было что она тебе сказала сколько нам штрафов херачили если не секрет начнут с того что было очень страшно уже началось когда я к ней села и увидела что это какая-то бабка потому что опыт пока опыт такой что они больше всего всегда такие злые и уставшие от всего ну мне повезло почти когда я села все началось того что я показала ему есть просроченный документ подсказывает просроченное удостоверение в два года до два года он у меня уже кончится кончится 16-го 2-го там 2018 год вот штраф в интернете стоит до трех тысяч и можно давать штраф ладно потом я нашла чего они дают там 10-40 минимум но до трех тысяч они имеют право дать штраф поэтому было и паника когда я принесла и давал свой документ все началось с того что им не понравилась моя фотка прибежала туда женщина посмотрела сказала ладно жми и все хорошо все хорошо фотография за 20 евро не понравилось да за 20 его еще сижу и думаешь а пойду это я уже ругалась с фотографом у меня крови когда я там сидела перед этой женщиной ладно потом пошла дальше че она меня спрашивает а вы вообще вы кто вы немка или казах казашка вообще-то немка там стоит немка он говорит нет вообще-то это немка казахская 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 для меня это была новость потому что мы приехали в 2002 году я сразу была как немка как и папа у нас ни хрена себе смотри девчонку не переехал для тебя лень ага вот потом я летал в Казахстан даже два раза я помню мне надо было визу фотковать вот этого че у меня ее нету казахской и все такое короче ладно звоню маме она мне разрешила позвонить маме узнать когда че все это было мама говорит в 2011 году мама отказалась от казахского гражданства и говорит у тебя вообще-то его даже нету ладно я это все рассказываю объясняю оказывается эта женщина ошибку сделала и надо было записать че я приехал в 2002 году и поэтому все хорошо и отказалась просто в системе не знаю казахи или немцы получается это не отмечили че я отказалась от гражданства ладно пришлось мне отказаться я там подписала все бумаги че я отказывался от казахского гражданства че я никуда в посольство не ходила не просила это гражданство че я в будущие годы не собираюсь просить гражданство казахское если подпошу то у меня немецкая аннулируется ладно это все подписала пошло дальше че она начинает все данные забивать и у меня опять страх думаю сейчас она докапает докопается когда-то же надо докопаться она уже должен уставше сидела у них там вообще-то уже был как как пауза закрытия да я хочу отсижу и видно было че она устала от этого всего че она не понимает в чем проблема рада ну и говорит мне новый документ вы получите через две недели как минимум вам придет код с галина и вы должны заплатить 28 евро и 80 центов только за новый документ никакого штрафа не 10 не 40 евро не 3000 штраф не 10 евро я даже читал 10 евро надо заплатить потому что он новый у тебя будет там еще такую сумму я вычитала нифига все это вранье просто паника 28 евро 80 центов плюс 20 евро фотка 48 евро новый документ вот так вот женщина была очень добрая особенно вторая там подбежала ей помогать она улыбалась такая все добрые люди были интересно зря боялась это у тебя всегда было двойное гражданство оказывается да при условиях что казахстан не дает двойного гражданства лера умудрилась прожить сколько лет в германии 18 18 лет я тогда отражила с твоим гражданством и главное не понимаю в Казахстане или там мне надо было ведь визу открывать все просить вот это вот получается переводить на русский язык вот это я это все помню а могла бы просто ехать как домой молча вот короче кто-то как всегда ошибку замутил я теперь сам задумался какой статус у меня потому что я не помню чтобы я писал отказ или где-то или может быть оно автоматически нам уже в Астане все сделано сделали я не знаю ай интересно чё ещё чё ещё ну я боялась там сидела очень честно скажу не бойся я в нервничала лицо начал трогать аж это коленки не не знаю куда чуть деть она мне сейчас спросила хотите вы свой этот палец оставить фингапдрюк это отпечаток пальца я да типа это ещё не обязательно это можно сделать если вы хотите не хочу то есть систему заносится отпечаток пальца владельца удостоверения чтобы если где-то накосячишь и оставишь свой отпечаток то тебя найдут очень 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 быстро а почему тебе почему на твое усмотрение если мы не меня заставляли и маму заставили а меня спокойно ну типа по каким критериям тогда это делается потому что первым я усваився делал была правильность то есть на усмотрение ну и тогда оставил мне принцип не принципиально каким критериям они это делают если одним одних заставляют прям заставляют что тут обязательно составлять отпечаток пальца у других нет непонятно чё посмотрите на это лицо криминальная морда как может криминальная морда такой доброй быть проезжайте пожалуйста добрый человек пропустил а погода радует короткая погоде мать твою короткая погоде это циклон здесь проходит циклон вот здесь антициклон здесь палочка идёт вверх букве аж ага температура воздуха прогряется до 13 градусов а потом будет тупачи на ночи вот такая вот вообще просто охуя тебе все ходят в телогрейках короткая погоде короткая погоде и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok